Продолжение следует... Крушение военного истребителя. Какие травмы получили пилоты МиГ-31? Минобороны рассматривает несколько версий. Летчики до конца пытались сохранить технику, кого привлекли к расследованию. Ограничены во всем. Как проходит изоляция в Казахстане? В каких городах нарушителям режима ЧП относятся жестче? Куда вывезли бомжей? И чем отличаются карантинные меры в регионах? Послабление режима. Как города будут возвращаться к прежней жизни после карантина? Какие предприятия откроют в первую очередь и во вторую? Те меры, которые принимаются нами, они дают свои плоды. Отчего зависит реализация этого плана? Жаркую погоду обещают в Казахстане. Где выходные будет теплее всего? Отразится ли такая погода на паводковой ситуации? И к чему нужно быть готовыми? Перелом позвоночника и ожоги получил один из пилотов, упавшего под карганды самолета. Он в состоянии средней тяжести. У второго пилота диагностировали перелом голени. Врачи говорят, что оба военных летчика в сознании. Накануне они приняли решение катапультироваться с борта падающего истребителя. И сегодня же в военном ведомстве озвучили версии крушения. Дымящийся самолет в небе заметили и успели снять на видео жители окрестных поселков. Истребитель-перехватчик МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение южнее карагандинского аэропорта Сырарка на территории сельского округа Каракудук. Полет был плановым. Самолетом управляли опытные летчики, оба подполковники. По официальным данным, Арман Курмангалиев имеет около 900 часов налета на этом типе самолетов. Иван Гаврилко более 1100. Он военный летчик-инструктор на МиГ-31. Экипаж увел самолет в степь и катапультировался. Обоих летчиков с анавиацией доставили в Карагандинский медицинский центр имени Макожанова. Врачи говорят, что у одного из пилотов средняя степень тяжести – перелом позвоночника и ожоги. У второго состояние легче. Диагноз – перелом голени. И это, судя по всему, Иван Гаврилко. По крайней мере, на кадрах сразу после приземления он способен сидеть. Летательный аппарат был исправным. На момент аварии находился в эксплуатации 29 лет, у которого назначенный ресурс самого самолета 30 лет. Такое понятие, как старая авиационная техника, в авиации у нас отсутствует. Самолет МиГ-31 – двухместный, сверхзвуковой, высотный, всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Советское наследие производят его в России, а эксплуатируют только два государства – Казахстан и страна-производитель. Согласно открытым данным, 38 происшествий и крушений пришлись на этот истребитель с 1979 года. Пять из них на территории Казахстана – три ЧПС МиГ-31 – произошли именно в Карагандинской области. И последний случай зафиксирован в 2013 году. Тогда погиб командир Марат Едегеев. Он увел самолет и пожертвовал своей жизнью. Штурман успел катапультироваться. В этот раз обошлось без жертв. Комиссия озвучила версии причин крушения. Сейчас рассматриваются несколько версий, в том числе отказ авиационной техники в полете, воздействие внешних факторов. Не исключается здесь человеческий фактор. Хотелось бы отметить, что экипаж данного самолета действовал грамотно в рамках руководства полетной эксплуатации. До конца боролся. В состав комиссии по расследованию вошли разработчики и производители самолета. Полеты МиГ-31 в Казахстане временно приостановили. Ирина Евгеньева, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева. Информбюро. Карагандинская область. У Бекейра отозвались сертификаты эксплуатанта и летной годности. Причиной стало то, что авиакомпания не устранила нарушения, выявленные авиационной администрацией. Также эксперты лишились сертификатов 9 воздушных судов «Фокер», которые принадлежат перевозчику. Теперь, чтобы получить разрешение на полеты, авиакомпании нужно заново пройти полную процедуру сертификации. Напомню, при крушении самолета погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение воздушного судна. В Житикаре Кустанайской области на домашнюю изоляцию отправили весь полицейский состав города. Теперь следить за правопорядком там будут 80 сотрудников, командированных областным департаментом полиции. Кустанайская область стала последним регионом, где вели карантин. Чем отличаются ограничительные меры в разных областях страны, расскажут мои коллеги. В Кустанае первый день карантина выдался дождливым и очень неуютным. Даже погода за то, чтобы жители оставались дома. О социальных сетях появилось видео с участием полицейских и бездомных. Судя по посту, стражи порядка в первый день карантина. Вывезли бомжей за пределы города. Подождите, а кто вам сказал сюда привезти вот этих людей? Пожалуйста, объясните мне. Мы их сейчас вывезут куда-нибудь на другие дачи. Эти дачи будут разворовывать, грабить. Я не знаю, это так Акимат решает проблему с этими людьми. В ответ на возмущение в социальных сетях в департаменте полиции пообещали провести расследование. А тем временем горожане напряженно выясняют, что им можно делать, а что нельзя. Информация о карантинных мерах постоянно меняется. Пока известно, что выходить неработающим кустанайцам из дома можно в ближайший магазин и аптеку. Длительность прогулок с детьми возле подъезда не более получаса. И подъезды горожанам теперь придется мыть самим. Приятного, конечно, мало, но в Усть-Каменогорске еще строже. Индира, как у вас организован особый режим? Довольно жестко. И сегодня в полночь на всей территории Восточно-Казахстанской области контроль еще усилят. В особенной степени это будет касаться передвижения на личном автотранспорте. Это можно будет делать с 5 утра до 21 часа. Все полицейские посты пеших и патрульных регионов снабдили тепловизорами. Всего власти закупили в Китае 5000 бесконтактных термометров. Разрешите проверить температуру у вас бесконтактную. Если температура повышенная, то человека отправляют домой и рекомендуют обратиться к врачам. Но пока таких случаев не было. Также в ближайшие два дня в Усть-Каменогорске и Семее будут установлены мобильные пункты забора биоматериала для тестирования на ковид. Что касается Усть-Каменогорска, то он поделен на 200 секторов. Если в одном из них обнаружат коронавирус, то на карантин закроют весь сектор. На данный момент у нас зафиксировано порядка 100 случаев нарушения режима чрезвычайного положения. А вот в Шемкенте с этим сложнее. Действительно, за две недели карантина шемкентские полицейские составили почти 700 протоколов по факту нарушения режима чрезвычайного положения. Большинство нарушителей вынесли предупреждение. 86 горожан отделались штрафами в размере 27 тысяч тенге, а 60 шемкентцев арестовали. Но на самом деле горожан тут трудно винить, потому что сами шемкентцы жалуются на сбои в электронной базе. Бахром Абдулаев, Нина Шапо, Индира Кахимова, Информбюро. Но есть и приятные новости для школьников. В Министерстве образования решили отменить выпускные экзамены для учеников 9-11 классов. Четвертные оценки выставят по результатам ссоры СОЧ, которые проведут в середине и в конце мая. А в аттестат попадут годовые отметки. Из-за вынужденного дистанционного обучения отменится и последний звонок. Праздник, завершающий учебный год, нельзя проводить так же, как и все массовые мероприятия. В порядке проведения ИНТ изменений по-прежнему нет. Также не установлен механизм сдачи дипломных и курсовых работ. Сейчас обучение продолжается в режиме онлайн и по телевизионным каналам. Ошибки, которые родители заметили в эфире, обещают больше не допускать. Мы приносим извинения за эти ошибки всему обществу и в первую очередь нашим родителям и детям. Из 700 уроков, которые были сняты, в двух были допущены ошибки. Эти уроки сняты с эфира, их пересняли и разместили в YouTube. А тем временем около 3,5 миллионов казахстанцев уже получили выплату в 42,5 тысячи тенге. Всего заявки отправили больше 6,5 миллионов наших граждан. И это не учитывая продублированные обращения. Есть и те, кто вернул деньги, их немало. По данным корпорации правительства для граждан, это сделали более 24 тысяч человек. Но в поддержке по-прежнему нуждаются многие. Некоторые граждане рассчитывали, что смогут выйти на работу с первым этапом послабления режима. Они были удивлены, узнав, что в столице Алматы по-разному подошли к вопросу допуска. Владельцу СТО Юрию каждый день звонят клиенты, которые хотят починить машину. Но нарушить закон он не может. Предприниматель задается вопросом, почему автосалоны, СТО и магазины автозапчастей в Нур-Султане начнут работать уже с понедельника. А в Алматы нет. Хотелось бы, чтобы открылось у нас в те же сроки. Уже потому что очень долгий простой. На самом деле страдаем не только мы, наши работники, но еще и страдают те, кто продают запчасти, кто отвечает. Это огромная цепочка логистическая. Определенную сумму, тысяч 20 тенге в день мы зарабатывали. И сейчас, не имея этого дохода, грубо говоря, одни расходы и простои. Кому и когда выйти на работу, решали в оперативных штабах Нур-Султана и Алматы. В столице список гораздо шире. Там с 20 апреля возобновят работу промышленные предприятия, компании строительной и транспортной сфер, сервисные фирмы сельскохозяйственного назначения, автосалоны, СТО, шиномонтажный сервис, химчистки и ремонт оргтехники. Также банки второго уровня и нотариусы по записи. А пункты общественного питания, как и прежде, работают на вынос. Только доставка продлена до 10 вечера. Между тем, в Алматы из понедельника возобновят работу предприятия только по четырем направлениям. Это промышленность и компании строительной сферы, нотариусы по записи и отделение ЦОН на Урзбайского района для обслуживания бизнеса. В Акимате наш вопрос, почему в Алматы другой список допуска, оставили без ответа. Автомойки, либо шиномонтажные, принятого решения нет. Помещения, здания, сооружения более крупного типа, большей площадью и финансовые возможности, позволяющие в большей степени организовать и обеспечить как раз санитарно-эпидемиологические требования. Предприятия, которые хотят приступить к работе в период ЧП, должны подать заявку в управление предпринимательства. Проверять готовность объектов будут работники СЭС. В первую очередь они осмотрят сотрудников. Персонал с кашлем и температуры не допустят к работе. В объектах обязательно должны быть санитайзеры, маски, перчатки и другие средства защиты. Ардак Камал, Влад Шишко, Информбюро Алматы. Тем временем в Акимате Алматы рассказали о плане возвращения к обычной жизни. При каких условиях алматинцы смогут выйти на работу, расскажет Нургали Карабаев. Почти месяц в самом крупном мегаполисе страны сохраняется режим карантина. Очень многих алматинцев интересует, когда и как город будет выходить из состояния самоизоляции. У Акимата Алматы есть план. О нем рассказал Бахтшан Сагентаев. Необходимо думать о том, как надо выходить из ситуации, постепенно принимать взвешенные меры. Те меры, которые принимаются нами, дают свои плоды. Но и в то же время мы не должны расслабляться. И мы не должны импортировать КВИ из других областей, в частности с Алматинской областью. Первый этап ослабления карантина начнется 20 апреля. Уже известно, какие предприятия возобновят работу. А вот на втором этапе, который запланирован на 27 апреля, в Алматы начнут функционировать непродовольственные торговые объекты, банки, фондовая биржа, транспорт, шиномонтаж, СТО и автомойки. Заработает и сфера услуг. А это химчистки фирмы, которые совершают операции с недвижимостью, финансами и страхованием. Компания, обеспечивающая доступ к информации и связи. И на третьем этапе откроют объекты с массовым скоплением людей. И это будет не раньше середины мая. Торговые центры, торговые дома, базары большие, продуктовые, плюс рестораны, где большое количество скоплений народов, они будут до середины мая, мы так планируем, они будут еще находиться в режиме карантина. По прогнозам Акима, к концу мая все организации города должны заработать. Но это будет зависеть от нескольких факторов. Так, например, средний уровень роста количества зараженных за неделю не должен будет превысить 3%. Для подсчета этого показателя возьмут число новых подтвержденных за день и разделят на общее количество больных. Кроме того, число тестов, сделанных методом ПЦР, на 1 миллион человек за последние 14 дней должен быть не менее 10 тысяч. Но в случае ухудшения этих показателей придется отказаться от послаблений и вновь усилить карантин. Поэтому многое здесь будет зависеть и от самих граждан. Нургалий Карабаев, Информбюро, Алматы. Мы продолжаем еженедельный обзор выгодных инвестиций от аналитиков Freedom Finance. Сегодня в центре внимания Apple и Facebook, ведущие гиганты в своей сфере. У них много свободной наличности, сильный баланс активов и обязательств. Компании относятся к сегменту крупной и сверхкрупной капитализации. Даже в период рыночной паники их акции остались стабильными. Поэтому при восстановлении рынка и сохранении фундаментальной силы по росту выручки и запуску новых продуктов, эти бумаги будут лидерами. Целевая цена за акцию Apple – 320 долларов. Ожидаемый рост в течение года – 19%. У Facebook стоимость ценной бумаги – 220 долларов. Прогноз – плюс 26%. По последним данным в Казахстане 1498 случаев COVID-19. К сожалению, 17 человек скончались. Выздоровели на этот момент 347 пациентов. За жизни остальных по всей стране борются тысячи медицинских работников. Врачи, медсестры, санитары неделями не видят своих родных и близких. Среди них и персонал Карагандинской областной детской клинической больницы. Врач Карлагаш Шария-Сданова рассказала, что мечтает вернуться к прежней жизни и обнять своих близких. Вирус очень и очень контагиозный. Очень контагиозный. То есть заразиться, в принципе, можно и находясь в этой одежде. Но самое главное, что хотелось бы, чтобы поскорее все это закончилось. Чтобы, наконец, я встретила свою семью. Чтобы мы жили так же, как и вы живете рядом со своими детьми. Своей семьей. Чтобы вы знали о том, что вы вместе... Чтобы мы вместе когда-нибудь начали ужинать, завтракать. Чтобы я так же, как и все мамы, имела возможность находиться рядом. Дай-то Бог. Врачей всего мира поддерживают простые люди. Это придает им силы и надежду на скорейшую победу над вирусом. Казахстанцы не остались в стороне. Ведь слова поддержки очень важны. Особенно в такие моменты. Держитесь. Вся надежда на вас. Чтобы, наконец-то, им надбавку дали достойную. И после снятия карантина, чтобы у них работа была по достоинству оплачиваема. Я не умею красиво говорить. Просто действительно, у них сейчас очень тяжелое время. И благодаря им мы все-таки... Они охраняют нас, наши здоровья. Все-все. В данный момент мы только морально можем их поддержать. Ну так. Если что-то надо, лично я первая помогу им. Если что-то от меня надо. Я думаю, что они справятся с этой задачей. Со своей нелегкой. Вообще, они на линии огня, как говорится, стоят. Впереди всех. Поэтому я их бы очень поддержал. Честно, слава. Силой им, здоровьем. Они все стараются, чтобы у нас все было хорошо. Дай Бог, чтобы все было хорошо и у них самих. Я хотел бы выразить им свои слова поддержки. Держитесь. Если не вы, то кто на самом переднем краю, как говорится, обороны. Спасибо вам большое от всех жителей. А сейчас я хочу обратиться к тем, кто в борьбе с вирусом не видит своих родных, кто забыл об отдыхе и домашних условиях. Уважаемые врачи, медсестры, полицейские и те, кто трудится на передовой. Вы можете присылать на наш WhatsApp видео и рассказать о себе. Передать привет родным. Поделиться сокровенным. Мы с большим удовольствием расскажем о вас, покажем и поддержим. И еще терпения вам. И нам всем. Где можно пройти тест на коронавирус? В Алматы частный благотворительный фонд Халык совместно с Акиматом города приступил к бесплатному ПЦР-тестированию. Проект уникален тем, что забор материала проходит без прямого контакта с лаборантом. Кто именно может сдать анализы, расскажет моя коллега. Проверить, выявить и предупредить распространение COVID-19. Благотворительный фонд Халык совместно с Акиматом Алматы приступил к реализации проекта, который ранее использовался врачами Юго-Восточной Азии. Здесь нет прямого контакта с лаборантом. Даже если человек носитель коронавируса, он не сможет заразить медицинских сотрудников. В проекте будут задействованы мобильные центры тестирования, на базе которых будет производиться забор биоматериала для дальнейшей ПЦР-диагностики. Данный новейший метод, я бы сказал, ноу-хау ПЦР-тестирования, был опробирован в Корее, и мы привнесли этот опыт в Казахстан. Мы работаем в коллаборации с Акиматом Алматы и Халык фондом. Сами тесты будут обрабатываться на базе вновь открывшейся лаборатории компании Medical Partners Корея-Казахстан. В процессе задействованы мобильные центры тестирования, на базе которых будет производиться забор биоматериала для дальнейшей ПЦР-диагностики. Сейчас этот метод самый надежный при раннем выявлении ковид. Биоматериал будут забирать вне стен медучреждения специально обученные и сертифицированные специалисты, а сами тесты обрабатывают во вновь открывшейся лаборатории компании Medical Partners Корея-Казахстан. Тестируемые, не выходя из автомобиля, смогут сдать анализы через опущенное ветровое стекло, без прямого контакта с лаборантом. Данный метод опробировали в Южной Корее и Китае. Благодаря ему врачи смогли на раннем этапе выявить носителей коронавируса и таким образом успешно снизить распространение. ПЦР-диагностика будет проводиться ежедневно на бесплатной основе по заявке Департамента здравоохранения. Пройти исследования смогут сотрудники центральных и местных госорганов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города в условиях карантина, в том числе коммунальщики и дезинфекторы, а также сотрудники банков, объектов торговли, общественного питания, медицинских и аптечных учреждений. Наталья Раим, Информбюро. А в Шымкенте сразу 9 человек, члены одной семьи, вылечились от коронавируса. Их уже выписали домой. В этом городе было 9 зараженных. Однако сегодня в мегаполисе зарегистрировали еще 3 случая. Радостной новостью о выздоровлении сразу 9 человек поделились медики с Шымкента. Ковид у них диагностировали 2 недели назад. Они заразились от прилетевшего из Дубая родственника, у которого болезнь протекала без симптомов. Самое тяжелое состояние было у 50-летнего мужчины. Его госпитализировали в реанимацию. Лабораторные исследования пациентов, выписанных из больницы, показали отрицательные результаты. Отмечено улучшение состояния здоровья. Они излечились благодаря своевременному оказанию помощи медицинскими работниками. В связи с этим карантин снимается в трех очагах. По адресу Тайманова, Турекулова и Махталы. Однако сегодня зарегистрировали еще 3 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных в Шымкенте достигло 46 человек. В числе зараженных – 13-летний ребенок, 54-летний мужчина и 34-летняя медсестра инфекционной больницы. Всего на мониторинге випедсезон 1555 граждан. Снято 730. Остаются на мониторинге 825. Из них по категориям 285. По очагам 540. Также проводится мониторинг среди всех больных с ОРВИ и пневмонией. Они обследуются на коронавирусную инфекцию. Накануне COVID диагностировали у трех сотрудников инфекционной больницы. На карантине в условиях диспансера сейчас находится 31 человек. А уже в это воскресенье православные отметят Пасху – главный христианский праздник. И впервые в этом году верующие не смогут попасть на ночную литургию, крестный ход и даже останутся без освященных куличей. Но в храмах объясняют, что соблюсти все ритуалы можно и дистанционно. Как это сделать, знает Людмила Батюшкина. В этом году нам выпало нелегкое испытание, конечно. Впервые за историю мира закрыли храм, и мы не можем прийти. Пасху православные будут отмечать 19 апреля. А сегодня Страстная пятница. Продолжается Великий пост. И, как обычно, накануне праздника верующие пекут куличи, делают Пасху из творога и красят яйца. Вот только осветить выпечку в церкви в этом году не получится. Всем добрый день. Ну это вообще, конечно, нонсенс, но куда уже деваться. Будем своими силами что-то делать. Святой водичкой будем кропить в интернете или по телевизору. Будем службу стоять и слушать. Священнослужители просят прихожан воздержаться от посещения богослужений и приходить только при крайней необходимости. Мы перед каждым приемом пищи молимся и свою пищу богословляем. Каждый христианин это все прекрасно знает. Если вы так поступите перед тем, как приступить к пасхальной трапезе, Господь вашу жертву примет. В церквях продолжают проводить отпевания даже людей, умерших от коронавируса. Правда, с особыми предосторожностями. Службы тоже проходят, но без прихожан. В лавке при церкви можно передать записку с просьбой помолиться за родных, живых и умерших. Ну а праздничную литургию в воскресенье будут транслировать по телевидению и в социальных сетях. Многие приходили в храмы только для того, чтобы освятить куличи. А богослужение их не очень-то и волновало. Что, может, тоже мы вот это все переоценили и поняли, что самое главное – богослужение. Священнослужители просят не приходить людей на кладбище и в родительский день. Помолиться за души усопших дома, заказать церковные поминовения можно онлайн, а навести порядок на могилах позже, когда закончится карантин. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Настоящая жара ожидается в Казахстане в эти выходные. Потеплеет до 33 градусов. А на западе и северо-западе пройдут дожди с грозами. При таких условиях возникает вопрос, а не грозит ли нам паводок. Сегодня спасатели заверили, что волноваться не стоит. Ситуация стабилизировалась. Лишь в некоторых местах продолжаются противопаводковые работы. В реке Калкутан вода настигла боли критического уровня. И в связи с этим вода вышла в пойму реки. Создалась угроза подтопления населенного пункта Старый Калутон. Спасатели совместно с местными исполнительными органами проводили работы по укладке Мишкатар. Дабы не допустить подтопления жилых домов и подкачки воды.